Настоящий фармила всегда находится на центральном рынке, и просто взгляните, как эти мажорчики себе покрафтили новые переносные лавки. Понятное дело, получают себе плюс к депозиту, но главное не это. Вы посмотрите на то, что они скупают. Уголь по 700к, кусок редкой ткани по 300к, это далеко не самые большие цены. Тут, кстати, и третья легендарная лавка стоит. Вот это я понимаю, у пацанчиков идёт фарм. Ну а цель малфойчика поставить лавку, выставить все товары на продажу и показать вам, как можно сделать бабки тупо с воздуха. Мы внимательно чекаем лавки, не продают ли уголь или куски редкой ткани, ну и так чисто для сравнения. Ещё месяц назад цена угля была вот такая, ну а сейчас цена выросла в 10, а то и в 15 раз. Так как появилась новая темка, нужно её сразу же затестить, и разумеется, на ферме уже куча народа. Паренёк здесь скупает ткань по 220к, это несерьёзно, и работать в форме медика я не могу. Короче, продажи пока что отменяются, я становлюсь на скупку редкой ткани по 250к. Это не самая высокая цена, я как бы не горю желанием сильно переплачивать. И вот мне показалось, или только что этот Кристо Балл сюда телепортировался. Короче, начинаем свою работу, и вы не подумайте, что это какой-то крин. Да, у меня есть своё парковочное место, есть пейсфлайты, я работаю на ферме. За одно действие мы получаем чуть больше 7000, ну и наконец-то упала ткань. Короче, реально на сегодняшний день её продавать по 500 тысяч за штуку, и вы представляете, какая-то халява для новичков. Кристо Балл бегает по идеально ровной траектории, по любому бот, и вот наконец-то обошли первые продажи в мою лавку. Кстати, не один я такой умный, Антон тоже скупает ткань, даже предложил мне 450к ссорей. Короче, из-за того, что на этой ферме 90% ботов, мне продали вообще очень мало ткани. Ровно один час работы позади, я имею 32 куска, и опять этот Кристо Балл, да сколько можно? Подтрачено на скупку чуть больше 2 миллионов, но при условии, что мне выплачивали зарплату за каждое действие, скупка выходит на 1 миллион. Если мы продадим все на центральном рынке, то уже сейчас сможем получить 16 миллионов, а это на минуточку за 1 час работы, но я знаю, как получить больше. Призываем охранника, и в разделе химия у нас имеется уголь, где шанс успеха 40%, ну и для крафта нужны дрова и редкая ткань, вот в таком вот количестве. На самом деле рискованная тема, потому что шанс успеха 40% может очень много не давать. Но в моем случае за 32 попытки я получил 16 угля, и если продавать его по миллиону, то выходит то же самое 16кк, согласен, схема максимально невыгодная. Тогда открываем раздел химия, и так как цены на дерево высшего качества упали, мы скрафтим ту самую прочную ткань, которую все хотят купить. Разумеется, попытка удачная, и вот в лавке выставляем на продажу уголь по 1кк, ну а прочную ткань за 17 миллионов. Таким вот нехитрым образом нашу прибыль за 1 час мы увеличили из 16кк до 21 миллиона. Уголь купили очень быстро, вот покупателя на ткань я еще не нашел, но это дело времени. Господа, сейчас будет очень важная сделка, и вот паренечек одет в очень интересный скин. Уточняем условия, и вот такой вот скин я получу самое главное с бегом СиДжея. Со своей стороны отдаем рыбную приманку и две видеокарты 9 левла АСК, готово? Вы скажете, так это же вообще не выгодно, этот скин мне обошелся где-то в 350 миллионов. Но весь его прикол в том, что кроме бега СиДжея, я буду получать случайный эликсир каждые 2 часа. По факту это прямо АФК бизнес, всего лишь за 350 миллионов, и давайте быстренько закупимся точилками. Прокачивать заточку скина не обязательно, но я хочу иметь больше бонусов на минус от урона. Ладно, 10 левел тоже хорошо, и вот такие вот бонусы дает мне новый скин. Еще прикол в том, что мне не обязательно в нем бегать, я могу спокойно одевать фракционный скин. Главное, чтобы скин Мидаса находился в этом слоте, а все остальное не важно. Ну а что, 2 часа АФК позади, и мне выдали эликсир хороший человек, который между прочим дает Х2 подарки на МП-собиратели. Залетаем в мастерскую, и вот здесь на станке самый легкий в крафте именно этот эликсир. Но вы не забывайте и про другие из этого списка, может выпасть и крафтеры, и крипатуры, ну и имбовые, это рыбный мастер, и остальные для работы дальнобойщика, инкассатора и автобусника. По моим скромным подсчетам, если я буду АФКшить 24 на 7 в сутки с эликсиров, я буду зарабатывать от 5 до 10 миллионов, смотря, конечно, что мне выпадет. Вообще, сейчас по тайму проходят МП-собиратели, и было бы неплохо союзать свой эликсир. И еще выскочило уведомление о безумной охоте, но это тоже нам не интересно. Пока другие фармилы заняты делами, мы залетаем конкретно на секонд-хенд. По конкуренции здесь 5 человек, и думаю, не нужно объяснять, что пришел я фармить ларцы. Но они мне нужны для того, чтобы уже с их открытия получить супер дорогую редкую тхань. А что вы хотели? Время от времени цены на ресурсы меняются, и вот таким вот старым фармам, как секонд-хенд, дают вторую жизнь. Опа, так можно ларцы, в принципе, и скупать, и Фредди продал мне 7 штук по 130к за каждый. Конкуренция чуть стихает, и Фредди не понимает, что 130 тысяч за ларец это немного. Продажи идут еще в лавку, и вот так вот быстро пролетело 40 минут фарма. К сожалению, пришел конкурент, и чтобы его уничтожить, остатки ларцов я скупаю по 215 тысяч. Вроде все распродались, ну и что ж, на 201 ларец я потратил ровно 28 миллионов. Средняя цена вышла мне в 140 тысяч, ну и что ж, полетели открывать. Сразу насыпают хлам, вижу скин винтителя, еще какие-то тиски. Ну а самое главное, сыпят нам платиновые рулетки и еще редкую ткань. Опа, чутка не рассчитал ключи, быстро докупаем и открываем все остальное. Господа, вышло 25 редкой тканей, это 12 миллионов 500 косарей. Еще на 8 кк выпало 14 платиновых рулеток, если посчитать остальные призы по типу скинов, дисков, ларцов, кастомных аксессуаров и азекоинов, я вышел плюс на 10 миллионов. Согласен, не то что я хотел, но с другой стороны, ларцы сами себя окупили очень хорошо. Окей, охранника заспавнили, и вперед крафтить уголь, попыток выходит 25. Удачных получилось всего лишь 9, и тут мы ушли в минус, проще было продавать обычную ткань. В чате, вижу, насыпало очередной эликсир, даже при условии, что в рабочей форме. Потом продадим этот рыбный мастер, который дает шанс 20% на двойной улов. Рыбаки шарят, что это имба, ну и давно я не хвастался своими доходами. Ларцы, собрали 30 лямов, снимаем зарплаты, еще 40 миллионов с депозита. При условии, что не было их 4 акций, то чувствую я себя хорошо, и биточки еще вышли почти на 20 мультов. А вот АСК мне девать некуда, бизнесов на аукционе нема, и продавать в банк, ну вообще не вариант. Отчасти я заложник этих монет, но поверьте мне, через месяц, может через два, вот эти АСК я продам по очень и очень выгодному курсу. Что касаемо угля, то мне пришла в голову идейка. Ларцы организации мне насыпали бесплатно, и вот здесь в списке не пишется, что может выпасть уголь. Но я четко помню, что в каком-то из ларцов он выпадал, и вы понимаете, что это за имба. Мне выпадают дрова, камни, короче, эти ларцы точно не вариант. Нужно глянуть на ЦР, вдруг найдем что-то здесь, и вы прикиньте, купить ларцы по 200к, и выбивать из них регулярно уголь, который стоит по 1 миллиону, это просто будет взлом Аризоны. Короче, не нашел я нужных ларцов, нужно будет глянуть на ютубчики, и вот по паркаместу пошла просадка, средняя финка в день это 9 миллионов. Но снимать вот так вот раз в неделю по 56 миллионов, знаете, это приятно. При том, что я просто стою в АФК, и деньги мне капают, и вот вам типичная лавковский немидаса. Паренек, конечно, завысил цены, и если глянуть на самый дорогой, то это ПБГ-мастер. В среднем его продают от 3 до 4 миллионов, и прикиньте, он будет выпадать каждые 2 часа. Рыбный мастер я продаю скупщику за 1 миллион, и вот в лавке покупаю 2 эриксира по 1 миллиону. Наверное, он просто ошибся и не досмотрел, что продает, а так я их солью в 3 раза дороже.